Добрый день, мы продолжаем разговор о Вестгутской Испании и переходим к разговору о политической истории, это важно подчеркнуть, да еще раз не экономической истории, не культурно-политической, пока политической, а политической истории Толецкого королевства Вестгутов. Я напомню, Толецкое королевство возникает в 567 году, а рушится с 711 по 713 год под ударами арабов. Собственно говоря, история Толецкого королевства в первой своей части оказывается намертво связана с противостоянием Византии и параллельно еще и Франков. Франком. Больше того, здесь получается еще вот какая штука. Есть еще один фактор, о котором мы не то чтобы совсем не говорили, но я упоминал о нем вскользь. Вестгут на момент правления Атанагильда и его преемников, Леувы и Леувы Гильда, да, Вестгут и Ариане. Юстиниан, вторгшиеся, ну отряды Юстиниана, вторгшиеся в Вестгутскую Испанию, как вы догадываетесь, ортодоксальные христиане. Франки уже на тот момент давно приняли крещение по римскому обряду еще при Хлодвиге. Бургунды аналогично. То есть, вы понимаете, да, что получается? Получается, ну не то чтобы ситуация крестового похода против херетиков, но получается, в том числе с точки зрения римской церкви, что, да, как бы сказать, богобоязненные верные войска империи воюют с еретиками-арианами. И во многом отталкиваясь от этого, вестгутские короли, начиная, повторюсь, с Леувы Гильда, начинают отстраивать свой образ, как антивизантия. Но что такое антивизантия? Здесь надо сделать одно отступление назад, короткое, и напомнить, что традиционно германские короли, вот эти самые Рейгис, да, которых иногда называют варварскими королями, традиционно они воспринимали себя как наместники империи. Ну да, нет больше императора на западе, ну беда, печаль, ну что теперь проделать? Ну нет, императора на западе будет когда-нибудь, но на востоке-то есть император, да, и мы его наместники. То есть тот же Теодорих, великий правитель Остгутов, как мы говорим отчасти и Вестгутов, да, несколько лет, имел титул римского консула. Ну просто к примеру, да, дарованный ему императором в Константинополе. Ну и так далее, и так далее. То есть здесь об этом много чего написано, и об этом долго говорить не буду сейчас. Но это важно запомнить, что варварские короли, германские короли, V, VI, зачастую даже VII веков воспринимали себя как наместники империи. И когда мы говорим о том, что перед Вестгутскими королями встает необходимость отстроить себя как анти-Византию, да, речит именно в частности о том, что нужно преодолеть свой статус наместника. Да, нужно преодолеть свой статус наместника и заявить о себе как о сопоставимом по рангу правителя. Вот запомните это, мы будем говорить в рамках следующего эпизода про королевскую власть, про доктрину королевской власти у Вестгутов. И вот это соображение нам будет с вами очень-очень важно. А пока давайте посмотрим на то, что делают два брата. Ну Леува, Леува не делает ничего. Леува сосредотачивается на управлении Нарбоновской галлией, и не лезет из дела большого королевства. Леува занимается Испанией, а когда Леува умирает в 573 году, Леува правит уже всем королевством совокупно. И вот теперь внимание на карту. Собственно, Леува помимо идеологических вещей, о которых мы еще поговорим, понимает, что есть необходимость сугубо военной силы, есть необходимость сугубо в военных мероприятиях. Во-первых, он ликвидирует Сверхское королевство. Во-первых, это я не хронологически говорю, а скорее по кругу иду. Во-вторых, он всерьез прижимает Астуров, Кантабров, Восконов. Астуров, Кантабров он ставит под свою зависимость. Соответственно, в регионе Басков он довольно сильно распространяет свое влияние. В частности, берет город Викториакум, это нынешняя Виктория Гастаис. На юге он почти сбрасывает византийцев в море. Почти, 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 почти. Вместо довольно серьезного экзорхата у византийцев остается полоска с городами, соответственно, Картагус, Партария, Малака, Гадес, и византийцы до последнего удерживают, конечно, Еспалис, Севилью. Этого, собственно, во многом оказывается возможным благодаря мятежу старшего сына Леуви Гильда, принца Гермена Гильда, в итоге разбитого своим отцом и, соответственно, казненного. Собственно, сейчас это святой Гермена Гильда, эта история завязана тоже на том, что Гермена Гильд получает крещение в истинной вере и якобы встает против своего злобного отца Рианина, хотя там далеко не все так просто, как пишут в житии. К концу правления Леуви Гильда, то есть к 586 году, под его властью оказывается, как вы видите, практически полностью, практически весь Пиренский полуостров. Административная структура, которая сохраняется с римских времен, значки, которые вы видите на карте, обозначают церковные столицы, до метрополии полуострова. Но церковные провинции, как вы понимаете, повторяют во многом римские. Это Нарбонская галлия, столица в Нарбонне, это Тарраконская Испания, со столицы в Тарраконе, это, соответственно, Эмерида Аугуста, то есть нынешняя Эмерида, взятая в 584 году Брага, и, наконец, Толеда, который утверждается пока еще, пока еще, как Урбс-Регия, то есть как политическая столица, политический центр королевства. Почему я говорю пока еще? Потому что вскоре мы начнем говорить о том, что за Толедо закрепляется статус церковный, церковного центра Вестгутского королевства, но об этом чуть позже надо дождаться, в 589 году. Собственно, апостол смерти Лео Вигильда его сменяет младший сын, стало быть, Рикарет, Рикарет, который получил прозвище Католик. Годы правления перед вами, 586-601, он сам принимает христианство по римскому обряду, и в 589 году по результатам Третьего Толецкого собора, он, собственно, Третий Толецкий собор, инспирированный, проведенный во многом Леандром Сивильским, по результатам Третьего Толецкого собора Рикарет проводит крещение всего королевства Вестгутов в христианство римского обряда. Что это меняет? На самом деле, это меняет все. То есть, не зря, собственно, Третий Толецкий собор считается судьбоносным для Вестгутского королевства. Как только Вестгуты становятся верными христианами согласно римскому обряду, что происходит? Меняется модус войны с Византией. До этого, повторюсь, верные имперские войска борются с еритиками. А теперь, а теперь верные римской церкви отряды Вестгутов, я бы даже сказал, подданные Вестгутского короля, выбивают со своей земли захватчиков из Константинополя, проклятых греков, на языке которых, в общем, уже и не говорят к тому моменту в Испании. То есть, меняется сама модальность войны, она начинает осмысляться по-другому. И плюс к этому, это, конечно, развязывает руки Вестгутским королям в их строительстве, вот этой антивизантии, о которой мы еще будем говорить вскоре. Дальше, на протяжении нескольких последующих правлений, можно фиксировать усиление королевской власти и успешную внешнюю политику. Это прежде всего, конечно, правление короля Сесибута, который ведет успешные войны и с франками, и с византийцами, и его преемник Свинтила, который вытесняет византийцев полностью из Испании, а также наносит ряд существенных поражений баскам, еще больше сокращая их подконтрольную им территорию, загоняя их в горы, по сути. Параллельно в королевстве разворачивается, начиная с реколеда, но прежде всего Сесибута, конечно, разворачивается антииудейская политика, антииудейское законодательство. В этом плане, знаете ли, предмет, я не сказал бы, что особой гордости, нет, но отличительная черта правовой системы Вестгутского королевства это самое развитое в Европе и, пожалуй, что в мире антииудейское и, наверное, даже антисемитское законодательство. Это одна из самых ярких страниц в истории еврейского народа и исследованию Вестгутского королевства, а точнее антииудейского законодательства Вестгутского королевства посвящено огромное множество работ, в том числе израильских ученых, да, и не только испанских, там, американских, но и израильских. С другой стороны, начиная с конца правления Свинтилы, королевская власть пошатнулась. Видите, здесь проводится первый, пожалуй, что, такой из громких испанских мятежей, успешный, к тому же, мятеж Сисенанда, результат которого свержение Свинтилы, приход к власти Сисенанда. И дальше здесь появляется любопытная зависимость. Придя к власти, например, Сисенанд под влиянием и с помощью Исидора Сивильского, да, собирает Четвертый Толецкий собор, на котором, в частности, принимаются нормы о неприкосновенности короля Вестготов. Вы понимаете, да, то есть, он только что сверх Свинтилу и страхует себя от последующего свержения, принимая соответствующие нормы на Толецком соборе. Но главное, что здесь король, не чувствуя за собой силы, опирается, впервые опирается на Вестгутский гипископат. И вот здесь начинает формироваться то, что потом получит название Вестгутской симфонии властей или даже Вестгутской политической теологии. Мы будем писать даже об этом. соответственно Сисинанда сменит короля Хинтила, который недолго пробудет у власти. Влияние гипископата продолжит расти, королевская власть продолжит слабеть, магнаты начнут резко выходить из-под контроля и в результате Хинтила будет свергнут в 641 году против него поднимет мятеж Дукс. Мы говорили с вами Дукс это титул военного вождя племенного и одновременно представителя высшей знати раннего Средневековья Дукс по имени Хиндосвинт. Мятеж окажется успешным и больше того Хиндосвинт сумеет настоять на том, чтобы его избрали королем. Его изберут следующим королем вслед за Хинтилой. Причина, по которой его изберут королем, кстати сказать, будет проста и понятно. Хиндосвинту 79 лет на момент мятежа. Все, кто его избирал, были полностью уверены в том, что этот немощный старец сейчас умрет. А пока он еще будет издыхать на троне, можно будет вдоволь порвать себе, значит, на себя королевство. Ахиндосвинт будет править до 52-го года. И первое, что он начнет делать, когда придет к власти, это он начнет процессы против непокорных магнатов. Опираясь на епископат, он будет, собственно говоря, казнить непокорных, конфисковывать их земельную собственность в пользу короны. и именно при нем начнется работа по кодификации королевского законодательства. Сейчас, пожалуйста, очень внимательно мы к этому тоже будем еще обращаться. Ближе к концу своего правления Хиндосвинт, но все-таки он будет очень немолод, несмотря на свой сфер и нрав, возраст-то никуда не денешь. И он пригласит в соправителя Рецисвинта, который и примет правление после смерти Хиндосвинта в 652 году. Пожалуй, что один из самых славных и известных королей Вестготов прославится не только своим и не столько, наверное, агрессивным антииудейским законодательством, направленным на скорейшее возможное обращение еврейского населения в христианство, но и на то, что он издаст знаменитый Liber Judiciorum или Liber Judicum, то есть книгу приговоров, иначе известную как Вестгутская правда. Мы об этом тексте подробно будем говорить отдельно в одном из следующих эпизодов лекции, поэтому сейчас я позволю себе оставить его и пойти дальше. Ему наследует король Вамба, любопытный нам с двух точек зрения. Во-первых, Вамба первый король, которого мы точно знаем, при котором проводили помазание на царство, ритуал помазания на царство, заимствованный напрямую из Ветхого Завета, немножко забегая вперед, помазание на трон впервые в Европе появляется именно у Вестгутов. Вот Вестгутов его заимствуют франки, вот франков в девятом веке византийцы, вот византийцев в частности его позаимствуем мы, то есть вот такая вот цепочка через несколько помазаний от нас до Испании, ранний средневековый. А второе любопытное событие, связанное с Вамбой, будет касаться его свержения. В 680 году, в конце 70-х даже против него будет составлен заговор. Сердцем заговора будет магнат по имени Эрвигий, но помимо него в состав заговорщиков войдет в частности митрополит Толеда Юлиан Толецкий. И в Вамбе убивать-то короля запрещено, да, существуют каноны Толецких соборов, запрещающие убивать короля. И Юлиан Толецкий предложит хороший вариант. Вамбе предложит питье. Он будет страдать животом, собственно, ему предложат лечебное питье, выпив которое, король впал в состояние практически литрагического сна. Все задумались, что же делать, король-то в себя не приходит, да, выгляди, помрет от лечения своего. Вамбу по обычаю всех везглотских королей постригают монахи, и тут он приходит в себя. Но он приходит в себя, а ему вот ваше бывшее величество, ну, шучу, ему говорят, ну, вы уже больше не король, монах не может править, ступайте в монастырь, пожалуйста, и оставьте трон тому, кто пришел вслед за вами. Вслед за ним приходит Торвигий, который, как вы догадываетесь, на 612, о господи, на 12-м Толецком соборе, 612-м со всем заговорился, на 12-м Толецком соборе, в 681-м году, проводит, среди прочих норм, норму, запрещающую отравлять короля, вот так вот, не насмерть, отравить короля настойками до потери сознания. Вот, но на самом деле Вестгутское королевство идет уже под откос. Власть королей падает, эгика, эрвиги, эгика, пришедшие за ним, да, ведут законодательную деятельность, развивая, в частности, прежде всего, антииудейское законодательство, но основной опорой власти остается церковь, магнаты, если и не окончательно выходят из-под контроля, то очень близко к тому. Здесь, кстати, давайте еще вернусь на 2 минуты к вам, в его правлении происходит знаменитый мятеж Духса Павла. Очень показательно, об этом можно говорить долго, это отдельная интересная вещь, но очень показательно, что мятеж подавлен, мятежники взяты, приговорены к смерти, разумеется, главарь мятежа, в частности, Духс Павел, а затем вам бы милует их, заменяя смертную казнь на позорищее наказание, но он оставляет их в живых. Почему это показательно, почему это важно? Это показатель того, что король не чувствует себя достаточно сильным, чтобы казнить представителей высшей знати. То есть, тот же Хиндасвинд, ни минуты не сомневаясь, рубил головы. Вамба уже не может себе этого позволить. Киролевская власть, повторюсь, идет под откос. последним законным королем Вестготов становится Витица, сменяющий Эгику. Самого Витицу на троне сменяет Родерик, которого в испанской традиции зовут Эль Рей Родриго Кен Перди Йоля Эспанья, король Родриго, потерявший Испанию. Он не был законным претендентом на трон. Он узурпировал трон, оттеснив от него сыновей Витицы. Сам он был то ли королевским родственником, то ли королевским гардингом, то ли телохранителем. Это уже неизвестно. В 711 году через пролив в Испанию вторгается корпус арабского войска, который возглавляет Муса Ибн Аль Тарик. В битве при Гавадолете Вестгутская армия разгромлена, король погиб. Собственно говоря, арабы начинают завоевание полуострова и последний король Септимании, то есть, Нарбонской Галилеи, это вот Агила Второй, о котором я говорил, но он, видите, он уже не правит в Испании, в Испании уже правят арабы. Собственно, Испанию захватывают быстро. Вестгутское королевство, Тулусское королевство Вестгута, вроде бы большое, могущественное, важное, рушится, как карточный домик, меньше, чем за три года. В в одном собрании кратких королевских хроник, рукописи XIV века, хранящейся в Национальной Библиотеке Испании, вот так вот изображен король Родриго, видите, он слева, у него с головы падает корона, из опущенных рук валятся вниз клинком меч, символ правосудия, и яблоко, символ власти. А на соседнем троне сидит, как вы догадываетесь, Мусаевин Альтарик, весьма говорящим движением, извлекающий меч из ножен. Ну вот, на этом мы закончим разговор о политической истории Вестгутской Испании и перейдем к разговору о королевской власти. Спасибо. Спасибо.